Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков и в данном видео мы продолжаем читать новости из чата Диего Мартина. Как обычно, комментарии от Диего Мартина помечены красным цветом, комментарии и вопросы от других людей синим цветом. Мистер Диего, можете их убедить, чтобы они написали о реорганизации в кабинетах как официальные новости. Я уже просил, но никто этого не делает. Ну вот такое отношение у компании. Людей много, китайцев много, а на инвесторов им наплевать. Ну подумаешь там 630 тысяч человек ждет новости. Не хотим мы, нам лень. Нам лень. Так, кто является самым большим авторитетом в компании? Типа, кто главный? Диего отвечает, эти нюансы, эти детали не могу разглашать. Если у вас какие-то контракты, договора, мистер Диего, ну видимо с компанией, пока нет. Я, я как и все вы, я в той же самой позиции. Так, ну, кстати сказать, мистер Диего не совсем в той же позиции, потому что очень многие люди вложили в Агам деньги и, естественно, уже год с лишним не могут ничего вывести. А как мы знаем, Диего-то ничего не вкладывал. По сути, он и ничего не терял. Поэтому, мягко говоря, позиция у него другая. Так, есть ли какая-то информация о китайских партнеров? Дальше. Вот он пишет, что китайцы начинают фокусироваться на реорганизации. Вот я вот это не понял, что значит start to focus too in the restructuration. То есть, они только сейчас начинают фокусироваться, а предыдущие месяцы они чем занимались? Дальше. Как здоровечка мистера Антонина? Антонина окей. Он принимает таблетки, но ему нужно лечение. Ну, понятно. Ему уже скоро год будем отмечать, как ему нужно лечение. Мистер Диего. Компания сейчас в Дубае. Да, это будет открываться в Дубае. Мистер Мартин. Есть кто-то ответственный в компании, который руководит процессом реорганизации или работники делают это все сами по себе? Странный вопрос, потому что понятно, что кто-то должен там отвечать. Диего пишет, да, такой человек есть и как раз с ним поддерживаю связь. То есть, это и есть мой контакт. Я многое не могу рассказывать. Понятно. Так, вот человек тоже уже раздраженный, пишет, это маразм. Мы столько времени ждем и к нам так относятся, ну, с неуважением. Ну, типа, что нам не рассказывают там все нюансы, да. И Диего пишет, что, ну, есть информация, которую я не могу разглашать и это, ну, это происходит во всех компаниях. Ну, в принципе, действительно, наверное, в любой компании есть информация, как коммерческая тайна, да. То есть, все, все нельзя рассказать. Вот комментарий, что ребенок рождается за 9 месяцев, а компания так и не начала работать за 15 месяцев. И Диего пишет, да, я стараюсь вернуть ее обратно. Да, давай старайся, Диего, усиленно. Ты в августе собирался вернуть, сейчас уже 10 сентября, а все никак, все никак не, не разродится твоя квестра бэйби. Следующий вопрос. Леонора Свиз ликвидирована и пытается пройти регистрацию в Дубае. Означает ли это, что компания работает уже там, Диего? Да, мы в процессе. Мистер Диего, мы все вам верим, но каждый раз вы говорите нам что-то разное. Ну, типа, он ответы дает, и они там, бывает, отличаются и иногда даже противоречат друг другу. Пожалуйста, не разочаровывайте нас. Вы заверили нас, что компания обязательно вернется, стартует обратно. И Диего пишет, я знаю, и я стараюсь как бы успокоить людей, потому что они, я так понимаю, они это руководство компании, владельцы компании, они делятся информацией, которую я не имею права разглашать. Я им верю. Понятно? Диего верит руководству компании. Компания должна быть честной с инвесторами и с вами. И отношение компании неуважительное, по моему мнению. И из-за этого все чувствуют некомфортно. И Диего пишет, да, я согласен, но не могу никак изменить эту ситуацию. Вот это не до конца понятно. Это не ваш бизнес сохранять спокойствие инвесторов, но компания заставляет или вынуждает вас делать, чтобы они, они хранили молчание. И Диего пишет, но я всегда был близок к людям, я работал непосредственно с директорами, и всего лишь давайте подождем, и они нам все скажут. Ну да, народ уже 15 месяцев ждет, когда что-то скажем. Вот хороший вопрос. Если деньги были заморожены, а как же 5Wins нам продолжает еженедельно платить, потому что у 5Wins те же самые деньги, что и Агам? А Диего отвечает, нет. Деньги были переведены на другой аккаунт. Обаньки. Ну, интересно, потому что заморозка счетов вроде как произошла в июне 2017 года, когда они там успели на другие аккаунты чего-то перевести. Вопрос интересный. Они что, знали, что им там что-то заморозят и заранее перевели деньги? Или случайно так получилось? То есть они что, уже в июне создавали другие компании? Вот это непонятно. Ну ладно. Дальше. Кто будет проводить официальные конференции? Агам или Квестра? Обычно мы проводят обе компании. И я делюсь той информацией, которой я могу поделиться. Я с людьми, я за людей. Мистер Диего, вы уверены, что вы генеральный директор компании? И как эта компания оставила вас в подвешенном состоянии и не дает вам никакой информации? А он отвечает, я еще не генеральный директор. Вам нужно сказать компании, что инвесторы теряют терпение. И мы все ждем хороших новостей. Но, пожалуйста, не чувствуйте себя ответственными за вот эту ситуацию. Вот это не очень. Пожалуйста, не чувствуйте себя ответственным. Диего пишет. Я сказал и просил их опубликовать некоторую информацию в бэк-офисах. Но они ничего не делают. Типа меня не слушают. Ну, я же говорил. То есть им на инвесторов тупо наплевать. Ну, подумаешь, там, 630 тысяч человек вложили бабки свои. Ну, и что? Мистер Диего, означает ли это, что компания вернется благодаря компании Asia Trade или Asia Trade? Да, компания Asia Trade и наша компания вместе, я уверен. Ты наша единственная надежда. Диего пишет. Я сделаю все, чтобы вернуть деньги обратно. Это самое важное. Да, вот интересно. А что ты сделаешь? У тебя есть контакт какой-то в телефоне. Ты вон сам говоришь, что контакт не на связи. Все, ты уже новостей не знаешь. Если этот контакт сменит номер телефона, где-то его там найдешь. Ищи свищи. Значит, я начал этот весь процесс, чтобы помочь друзьям, но моя семья нуждается во мне. Ну, да. Тут кто-то написал. Может быть, есть смысл написать саму компанию и замолвить словечко, так же, как мы делали в прошлый раз, ну, на тему, когда писали в компанию и просили именно Диего, чтобы был генеральным директором. Диего отвечает, в этом нет необходимости, что я в любом случае буду первым кандидатом на должность СИО. В прошлом я проделал хорошую работу, отличную работу. За несколько месяцев наши обороты выросли весьма значительно. Следующий вопрос, мистер Диего, а почему компании не делают никаких заявлений в отношении задержек? И Диего пишет, я не знаю, я уже спрашивал их об этом, но это зависит от них. Они сделают заявление, как только все будет закончено, типа работы будут закончены. Следующий вопрос, почему руководство компании так и не назначит вас директором? Да, мы вас любим, но получается компания на данный момент не имеет руководителя? И Диего отвечает, это все полностью зависит от основателей и от руководителей на самом верху. И они это сделают, когда реорганизация будет закончена. Ну, Диего сам как-то говорил, что если бы он участвовал в процессе, то, возможно, реорганизация закончилась бы даже быстрее. Ну, вот, тянут резину. Вот это не очень понятно, что хотел человек сказать. Мистер Диего, думаете ли вы, что компания просто ожидает calculation, подсчет азиатских стран? Или другие причины есть? Вот, что за подсчет азиатских стран? А Диего пишет, да, точно. И сейчас они знают, что многие люди хотят инвестировать. Они в этом заинтересованы. Ну, то есть, типа, что многие инвесторы, они говорят, вот, если компания запустится и начнет платить, то мы там сразу большие суммы начнем инвестировать. Ну, я так понимаю. И вопрос, почему компания не проводит онлайн-конференции? Потому что на данный момент они сосредоточились на реорганизации. Кто будет решать, назначать вас генеральным директором или нет? Кто за это отвечает? Да, кто отвечает за реорганизацию? И я не могу делиться этой информацией. Но когда я уходил из компании, они мне сказали, что дверь открыта. То есть, в любой момент можешь вернуться. Я повторяю, что я такой же, как и вы. Я не зарабатываю денег сейчас. Я переживаю так же, как и вы. Вот человек пишет. Если бы компания публиковала некоторые официальные новости, люди были бы более спокойны. Диего отвечает. Да, я знаю. Но это от меня не зависит. Следующий вопрос. Они там реорганизацию проводят именно чего? В каких вопросах? И Диего пишет. Но они там исправляют ошибки, которые были в прошлом и делают что-то новое. Ну, логично. Вот человек пишет. У меня есть друг, который совершил самоубийство, потому что Квестра перестала платить. Кто за это, ну, будет, понесет ответственность или заплатит. А Диего отвечает. Я не могу сказать. Я пришел сюда, чтобы, ну, помочь. В то время, как ни один представитель компании не показывается в народ. Не выходит в народ и не общается. Да. Они даже текстом-то не хотят новости публиковать. Я и говорю. Относятся полностью наплевательски. И Диего пишет. Никто с вами не коммуницирует, а я всегда здесь. Когда я был в компании, мы всегда платили. То есть, типа, когда Диего руководил компанией, всем все платилось. Диего, вчера вы подтвердили, что ваш контакт мистер Абакумов. Но я думал, что ваш контакт другой человек. И Диего пишет. Нет, я не говорил, что это он. Он это другой человек. И сегодня мы видели письмо от компании, в котором говорится, что они работают, но они не могут сказать, когда будет старт. И у нас есть фотография, в которой говорится, что Квестра больше не банкрот. Сегодня Ричард показал документ, который говорит, что компания в порядке и деньги разморожены. Много новостей за один день. Документ, о котором говорит Диего, это решение Конституционного суда. Документ написан на португальском. Документ датирован 13 марта 2018 года. То есть, уже полгода назад. Кто-то в чате сделал перевод текста документа на английский язык. Тут, правда, немножко мудрёный юридический язык используется. Если кто-то знает португальский, то, пожалуйста, сделайте перевод с португальского на русский, чтобы лучше было понятно. Но здесь, в целом, говорится, что решение судей Конституционного суда и вот здесь как раз говорится разморозка банковского счёта. И вот здесь, правда, я не очень понял отмена их регистрации. Чьей регистрации? То есть, есть решение суда, в котором говорится о разморозке средств. Вроде бы новость хорошая, но я в своих видео постоянно говорил, ребята, а никто никогда не называл сумму. Сколько там конкретно денег? Потому что не забывайте, что эти деньги нужно делить на 630 тысяч человек. Сколько там денег? Тысяча долларов. 10 тысяч. 100 тысяч. Миллион. 100 миллионов. Миллиард. Непонятно совершенно. Потому что, извините, 100 миллионов долларов вроде бы сумма большая, но разделите её на 630 тысяч инвесторов и получается очень даже маленькая сумма. И на этот вопрос, сколько там конкретно денег, никто никогда ответа не давал. Да. Приветствую, Диего. Мы уже привыкли ждать и мы будем ждать, пока всё не наладится благодаря вам. Диего отвечает. Это работа многих людей. Некоторые инвесторы мне помогли. Я надеюсь, чтобы люди помнили, что я здесь для того, чтобы всем помочь. Те люди, которые называют меня лжецом и даже хуже. Комментарий. Извините, но это не новость. Это всего лишь скопированный и вставленный ответ от поддержки Агама. А Диего отвечает. Если компания исчезла, они не будут писать. Ну да, они могут годами писать, что вот реорганизация скоро-скоро закончится. Вот такие новости на сегодняшний день. Следите за новостями. Подписывайтесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok